На наличниках накладные солнца, на карнизе резные кронштейны. Дом номер 33 на улице Пожалостина был построен в конце 19 века. Он выполнен в эклектичном стиле с элементами русского. В его архитектуре идет отсылка к древнерусскому деревянному зодчеству. По архивным данным, в частности по спискам дома владельцев и при анализе карты 1909 года, с большей долей вероятности можно говорить, что этот дом принадлежал дворянину, надворному советнику Постникову Владимиру Васильевичу. Интересный образец своего времени. Он до сих пор является жилым. Однако в доме нет современных коммуникаций. По словам жителей, буквально через полгода дом снесут. Стало известно, что его расселением заинтересовался один из рязанских застройщиков. Большая часть зданий являются объектами культурного наследия, памятниками архитектуры. Какие уже там несколько десятилетий, какие были поставлены на охрану буквально в прошлом году. Но они сохраняются. Поэтому, я думаю, стоит и по этому зданию также написать заявку на внесение его в реестр памятников. Ежегодно город теряет сразу несколько уникальных деревянных зданий. Другие медленно разрушаются. А ведь именно ради деревянного зодчества в Рязань приезжают группы туристов. Это один из самых популярных маршрутов. Я думаю, что их нужно сохранить, потому что это история Рязани. И они несут в себе какую-то там таинственность, загадку, может быть. Может быть, это какое-то ценное здание, и его не надо сносить. Какие-то надо реставрировать, а какие нужно сносить. Ну, совсем дряхлые, где людям невозможно жить. Их осталось очень мало, их нужно беречь и сохранять то, что как бы есть. Такого уже дальше не будет. Сейчас новые дома, новые конструкции. Как бы это очень ценно, я считаю. Опыт сохранения старых зданий уже есть в других регионах России. Так, в Вологде из деревянной архитектуры сделали бренд города, посмотреть на который приезжают иностранцы. В Томске же программу профинансировал Фонд капитального строительства. Отобрали старые жилые дома, не являющиеся объектами культурного наследия. Деньги, предназначенные для сноса зданий, вложили в их реконструкцию. С привлечением специалистов из Германии, которые по своим оценкам считают, что деревянные здания могут стоять порядка 300 лет при должном за ними уходе. Соответственно, все эти здания, которые, допустим, не имели канализации и других благ 21 века, были полностью перестроены внутри. Получили современную всю начинку коммуникаций. При этом здания сохранили свой фасад. После реконструкции в них разместили музейные экспозиции или общественные учреждения. Рязанские дома отличаются богатым резным убранством, декором. Они связаны с различными историческими личностями и событиями. И достойны стать украшением Рязани, а не ее болью. Ведь в городе с почти тысячелетней историей не могут быть только современные здания. Галина Кудряшова, Игорь Глотов, телекомпания «Город».